Антарктида 1 декабря 1959 года 12 стран мира, в том числе Россия и США, подписали договор об Антарктиде. Континент объявлялся мировой научной лабораторией и территорией, свободной от ядерного и химического оружия. Договор замораживал все притязания стран на ледяную территорию, но окончательно не отменял их. Соглашение заключили на 30 лет. В 1989 году договор был продлен до тех пор, пока участники единогласно не решат его пересмотреть. Сегодня в договоре участвуют 44 страны, 27 из них – консультативные. Главное условие – собственная антарктическая экспедиция. В антарктических станциях разных стран много непохожего в снаряжении, транспорте, научном оборудовании. Континент поделен между 12 странами, которые первыми подписали договор. Раздел условный, нарезка как у пиццы, по меридианам. При этом граница Чили и Аргентины наезжает друг на друга. Государства, которые имеют территорию, не могут расширять свой кусок пиццы. Страны, которые присоединились позже, вообще не могут претендовать на территорию Антарктиды. По закону, их научные станции в любой момент могут быть демонтированы и вывезены. Пока в Антарктиде запрещены промышленные разработки и добыча полезных ископаемых. Разрешена только научная работа. Но все понимают, что это только пока. Последней страной, которая присоединилась к договору, является Эстония. Спрашивается, зачем такой маленькой стране и не самой богатой в европейском сообществе присоединяться к этому договору и организовывать свою антарктическую экспедицию. Но это дает возможность при минимуме затрат быть равноправным партнером в том же европейском сообществе. В договоре 1959 года есть лазейка. Но кусок Антарктиды может претендовать частное лицо. Теоретически на карте мира может появиться княжество Сангриал, великое герцогство Пинск и территория Тамбинус. Сергей Бодров, гражданин России, решил образовать на ледяном континенте свое государство. Имортия, бессмертия. Нашел свободный кусок земли и отправил письмо в ООН. Договор 1959 года, он затормаживает все существующие территориальные претензии, имеющиеся государства на тот момент, и государства не выдвигают новых территориальных претензий на момент 1959 года. При этом не сказано ничего о праве физических лиц выдвигать такие претензии или не выдвигать. Тогда просто, наоборот, никто не подумал, что человек в здравом уме, трезвый это самое образом мышления может взять и выдвинуть. Новоиспеченный князь ждет ответа. Если из ООН придет отказ, он собирается отстаивать свои права в международном суде. После того, как прецедент будет создан, претендовать на территорию Антарктиды сможет любой желающий. Сергей не беспокоит политические и бюрократические препятствия. Он мечтает о вечной жизни. Для этого нужны законы, которые позволят клонировать человека. В своем княжестве Сергей собирается разрешить эту процедуру. Решая юридические проблемы, потому что замороженным могут быть пока только граждане Соединенных Штатов. То есть для того, чтобы быть замороженным, надо получить вид на жительство и решить кучу всяких разных формальных вопросов. Услугу, которую мы предложили, это еще услугу никто никогда не оказывал. Это операция продления жизни путем биотехнологической пересадки головы клонированному телу без головы. С 1959 года договор практически не меняли. Трактовки устарели. Страны пытаются найти лазейки и получить часть неосвоенного континента. Норвегия претендует на территорию, которая превышает саму Норвегию в 10 раз. И даже выпустила марки с обозначением новых границ. Австралия последняя заявила свои права. На правах соседства она хочет получить практически 42% от всей территории Антарктиды, прибрежной шельфы. Договор принадлежность шельфов никак не оговаривает. Вопрос с Австралией будет решаться в специальной комиссии ООН, которая занимается вопросами территориальных шельфов. Договор об Антарктике, естественно, шельфовыми проблемами заниматься не может. Но, по крайней мере, он высказал свою позицию по этому отношению. Российские ученые считают, что раздела Антарктиды в ближайшие годы не будет. Претензии частных лиц на территории всерьез не рассматриваются. Если территорию и будут делить, то по принципу колонии. Недостаточно поставить на континенте флаг и объявить территорию своей. Ее нужно освоить и обжить. Наша страна всегда выступала против колониальных подходов и режимов. Но, если рассматривать этот подход с такой широкой точки зрения, то, в принципе, мы в Антарктиде, как в Соединенные Штаты, как и другие, мы используем вот эти подходы. Мы в наиболее интересных, с нашей точки зрения, стратегических районах Антарктики организуем свои постоянно действующие научные станции, сезонные полевые базы. То есть мы показываем, что эти районы нам интересны. У нас там есть постоянное поселение в лице сотрудников этих станций. И вот этот подход, он может в будущем использоваться. Пока все жители научных станций получают статус временных мигрантов. Необычным способом попыталась закрепить свои права на ледниковом континенте Аргентина. В 1978 году на их научной станции родился ребенок. Было это случайностью или хитрым расчетом – неизвестно. Но власть Аргентины потребовали признать новорожденного гражданином Антарктиды. Молодежные! Молодежные, молодежные! Вы меня слышите? Молодежные! Молодежные! Молодежные!